Сегодня мы приготовим блюдо, которое обычно у нас готовит Богдан. Он у нас сегодня дежурный по кухне. Сегодня у нас на ужин будет картошка, в горшочках с грибами и с куриным мясом. Вообще мясо может быть любым, это может быть говядина, свинина, курица. Раньше мы готовили из куриных ножек, ну а сейчас мы купили стейки. Вот Богдан уже делает подготовку. Для этого блюда вам понадобится картошки, примерно килограмм или кило двести. Грибов немножечко, грамм двести, двести пятьдесят. Один плавленый сироп, копченый бекон, грудинка. Немножко зелени, лук, если небольшие головки, то две головки, если большие, то достаточно одной головки и одна морковка. Ну а остальное ингредиент это мясо. Вот сегодня у нас стейки. Мы взяли... Сколько у нас их тут штук? Штук, по-моему, семь. Семь штук. Шесть? Я купила другое количество, я обычно больше покупаю. Ну, в общем, штук семь-восемь можно взять стейков для этого количества. Вот количество остальных ингредиентов. Сначала мы берем на сковородочку. Лук с морковкой режем. Вот наш лучок с морковкой жарится. Я бы, конечно, немножко по-другому порезала, но Богдан делает так, как он считает нужным. Потому что... Ты фанатизма. Да. Чего ты молчишь? Я не молчу, потому что засмотрелась на то, как ты работаешь. Всегда интересно наблюдать. Как горит огонь, идет вода, и работает другой человек. Да, это точно. Я обычно находилась в другой комнате, не на кухне, когда он готовил. Никогда не наблюдала за этим процессом. Достаточно интересно смотреть. Да, смотреть. В луку с морковкой мы добавляем бекон. И все это обжариваем на среднем огне. Вот у нас уже овощи с беконом поджарились. Теперь мы добавляем сюда мясо. Мясо стейки. И все же все обжариваем. Открутили вытачку. Открутили вытачку. Открутили вытачку. Открутили вытачку. Открутили вытачку. Открутили вытачку. Мы сегодня в луге находились, и какие-то не на что оставшие. нарезать грибы перешиваю такими пластиночками фруктура гриба была видна богдан, что ты такой скучный? я работаю с согласным оружием надо быть сосредоточенным боишься порезаться? иначе оружие может повернуться против его хозяева ничего себе ты уже как-то так целый день был в таком благодушном состоянии а что так вечером как-то так еще раз повторю оружие нельзя быть благодушным тут все много я бы тебе помогла, Богдан, но только у меня руки заняты понятно давай старайся вкусно получилось хорошо стараешься? очень ну ладно я и так знаю как ты знакомишься плюнь так очень если тут плевать не хорошо тогда как раз не очень вкусно будет вот так она готовится а чужие кушать точно а чужие кушать точно чеснок мелко режем потом его будем добавлять в носочки в общем мясу с овощами добавлять его не нужно не нужно а чужие кушать все хорошо все хорошо все спускается поэтому масло не требуется не требуется Ну это просто у нас как бы с антипригарным покрытием сковородка, потому что если эта сковородка без антипригарного покрытия, то я думаю масло все равно нужно. Перед тем как жарить лук с морковкой, нужно добавить сначала подсолнечного масла. Ну как отрезать 5-5 градусов. Да, много не надо, потому что будет сильно подожирное, слишком блюдо, нехорошо. В данном случае мы готовим абсолютно без масла, получается что курица дает сок, и все остальное жарится в собственном соку. И ничего не берет? Да, ни подсолнечного сыра мы не добавляем, то есть ни сливочного, ни подсолнечного масла, ничего не добавляется. Слишком не пережариваем, поэтому блюдо у нас будет практически диетическое. Насыпаем? Насыпаем равномерно в каждый горшочек чеснок. Так, чтобы в каждом получилось одинаковое количество. И немного зелени мы добавляем в каждый горшочек. Поехали. Чел -"Авekt» Огр envuo Нарезаем кубиками картошку. Для этого делим на 4 части и кубиками нарезаем. Богдан нарезает сразу горшочки. Я бы порезала на досочки, но каждого своими методами. Богдан картошку сложил в горшочки и сверху немножечко ее посолил. Мы купили в Росте приправку Шамбала Мелона. Богдану она понравилась и мы вот и немножко добавили ее в горшочки. То есть у тебя там получается сейчас чеснок, да? Немножко лаврового лица, картошка, соль и приправа Шамбала Мелона. Теперь он еще припешит. Муку разбавили водой в небольшом количестве. Хорошо перемешали, так чтобы не было комочков. Сырок порезали и добавили в сковородку. И тоже все хорошенечко перемешали. И тушили овощи минут 10, а мясо с овощами тушили еще минут 20. На среднем огне, чтобы ничего не подгорело. И вот уже оно все готово. И мы раскладываем эту всю массу нашей картошки. Все равномерно распределяем по горшочкам. Сверху посыпаем зеленью. Накрываем каждый горшочек фольгой. Фольгу Багдан подготавливает, делая ее в несколько слоев. Вы можете делать и одним слоем. Ему хочется, чтобы оно более герметично было. Плотно, да. Ты, в общем, мне коллеги не жалко. Ну да. Ставим в духовку аккуратненько. Ставим в духовку примерно на час. Через час посмотрим, что у нас получилось. А вот они три горшочка. Давай посмотрим, что у нас там получилось. Вот так оно выглядит поближе. Достаточно аппетитно и хорошо пахнет. Это нету слова. Давай пересыпь. Можно есть, понятно, в горшочках. Да, можно из горшочка. Но мы покажем, что тут внутри. Картошку с мясом из горшочка мы пересыпали в тарелочку. Так что приятного нам аппетита. Приготовьте, пожалуйста, такое блюдо по нашему рецепту. И напишите нам, понравилось ли оно вам. Нам лично такое очень нравится. Мы его уже готовили не один раз. Очень вкусно. Вернее, готовил Богдан. Ну, у нас типа с ним сейчас совместное творчество. Я снимаю, он готовит. Поэтому у меня такое ощущение, что я к этому тоже причастна. Да, Богдан? Ну, я надеюсь, что Богдан не будет в обиде на меня за такое отношение к этому процессу. Так что сейчас насыпем тарелочки и будем кушать. Всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok